Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу «Дом культуры» на 49-м канале. Мы находимся в Доме народного творчества Новосибирской области. И это очень важно, потому что этот год, 22-й год, посвящен национальным культурам. И весь этот год мы будем говорить в том числе о нашем национальном творчестве, искусстве. А сегодня здесь открывается выставка, которую организует творческое объединение «Колывань Творческая», «Дом ремесел Слобода». И я с большим удовольствием, пиететом, хочу представить руководителя Наталью Дружинину. Наталья, добрый день. Добрый день. Наташа, представьте ваших коллег. Я так понимаю, что это не случайные люди, а ваши коллеги именно по творчеству. Да-да-да, это замечательные наши специалисты и мастера. Это Елена Петровна Переверзина, наш самый лучший керамист и, не побоюсь слова, даже области. Вы сегодня убедитесь, увидев его работы. И не менее талантливая Нина Юрьевна Сергеева. Это специалист, который возрождает народные творчества, народные обряды и традиции через куклы. Выполняет работы с большой любовью и с глубоким знанием истории. Прекрасно. Наталья, а сейчас мы пройдем на выставку и представим экспозицию, в том числе и мастерство ваших коллег. Ну вот здесь, наверное, самое начало экспозиции. И вот основные, скажем так, вехи, в том числе и вашего творчества, вашей мастерской «Слобода». Прошу, пожалуйста, представьте. Да, конечно, вот мы в центре поставили Федора Гончара. Это самое первое наше гончарное изделие. Мы решили возродить по легенде, которая ботовала у нас в Колыване, что был когда-то у нас Федор Гончар. И к нему приходили. У нас много было гончарных студий. Как история говорит, 14 студий было. Но вот именно к гончару приходили молодожены, и он им позволял в канун свадьбе сваять чашу любви. И каждый, да, и каждый, они совместно делали эту чашу. И на дни празднования свадьбы она наполнялась, стояла на столе и наполнялась всеми пожеланиями. И потом, как говорит легенда, гласит, кто хранил эту чашу, жили долго и счастливо. То есть она сопровождала жизненный путь, давала стартап, как говорят в сегодняшних современных условиях, для молодой семьи Колыване. Совместное, совместное создание этой чаши. У каждого она получалась по-своему, по-разному. Но она была их, и она наполнялась ими пожеланиями в процессе изготовления. Они, конечно, думали о хорошем, о будущем. И вот этот Федор Гончар, он стал нашим талисманом. Следующие наши тоже касаются нашей истории. Наши крынки Колыванки тоже славились раньше. Так называется Колыванка? Ой, как интересно называется. Ну, мы решили их сделать по-разному, потому что возрождение истории – это не только возрождать старую, но и формировать новые легенды, новые традиции. Поэтому мы изготовили разные формы крынок, а на них разместили исторические здания купеческой Колывани. Это тоже останется в историю и очень хорошо смотрится. И каждый, кто увидит, а какое это здание, а что это сейчас? То есть лишний раз идет мотивация изучить свою историю. И самое главное, что, вот, Наталья, я смотрю, что она не только напоминает крынку, как гончарное изделие, но и вазу в данном случае. Да, да, да. Ну, в принципе, она и крынка, она и ваза. Как ее подашь, так она и будет использовать. И активная, скажем так, вот часть интерьера для того, чтобы можно было и вспомнить об этом в качестве и сувенира, да. И я так понимаю, что у вас в Слободе ведь можно, как в те давние годы, тоже руки приложить к этой... Да, да, и мастер-классы, и полепки керамических изделий, и на гончарном круге. Все мы проводим, всех желающих обязательно мы всех привечаем. И следующее вот у нас тоже историческое. Мы изготовили его главу угла. У нас это гербы Колывани исторической и герб Новосибирской области. Мы тоже чтим это законно. И почитаем то, что сейчас у нас рядом с историческими, современный герб. Сейчас очень многое внимание уделяется вот этому году, в который открывается у нас большая международная деятельность. Она связана со спортом. 25 декабря в конце года мы будем принимать большой отряд хоккеистов. И не только хоккеистов разных стран, но и гостей. И, конечно, сувениры, колыванские сувениры, и гончарка колыванская, и кукла, о которых мы уже начали сегодня говорить, будут, конечно, вызывать интерес. Давайте перейдем к следующему стенду, о котором мы сегодня уже говорили, и представим куклы, которые, я думаю, с большим удовольствием заинтересуют наших гостей. Я хочу представить мастера тряпичных кукол Нину Сергеева. Нина, ну, во-первых, расскажите о технике и что представлено в этом стенде, автором которого вы являетесь. Здесь представлена русская народная кукла. Она у нас выполнена в стиле зимнего каладара. То есть она связана с традициями наших славян. И по зимнему календарю выполнены обрядовые куклы. Начинается обрядовый зимний календарь с куклой Морена. Заканчивается той же куклой Морена, которая называется зимнее чучело, которое мы сжигаем. Техника изготовления здесь, конечно, разная. Но в основном это скрутка на основе столбушки. Тряпичная кукла. А что скручивается? Какой материал? Я смотрю, здесь разные виды материала, да? В основе, конечно же, скрутка старый лен, может быть, какие-то простыни, материал какой-то. Но для выставки, конечно же, мы делаем не в русских традициях, потому что настоящую народную куклу нужно делать из старой одежды. Здесь, конечно же, прежде всего эта кукла, она у нас транслятор нашей народной культуры, наших народных традиций. Скажите, пожалуйста, а может эта кукла использоваться в качестве сувенира, напоминания о регионе, который посетили? Ничего, потому что как оберег, она уже не играет такую роль. Ноль, ноль, роль у нее совершенно другая. Она именно транслятор нашей народной традиции, нашей народной культуры. И она, прежде всего, конечно, будет сувенирная. А кого вы вовлекаете? Я вот думаю, что дети и девочки, и мальчики, наверное, с удовольствием занимаются и поддерживают эту традицию. Как у вас в Колыване происходит? Вообще, я увлеклась этой куклой 16 лет назад. И повели меня именно дети. Пока я была в декретном отпуске, я увидела несколько мастер-классов. И когда детям пришла, рассказала именно о руках труда, начали делать скрутку. Следующий у нас урок окружающего мира. Там у нас были символы нашей России. И мы вдруг узнаем, что есть основные символы, герб, флаг, гимн, а есть нетрадиционные. Например, как у нас городовичок в нашей Новосибирской области. И мы с ребятишками закрутились в проекте, который назывался «Колыванушка. Кукла. Символ нашей колывани». И пришлось погрузить не только детей в этот проект, но еще и родителей. И в 2009 году у нас был большой проект. Нас тоже снимали по телевидению. Рассказывали, где мы сделали именно столбушку в традициях русской народной куклы, именно куклу «Колыванушку». Ну что, спасибо большое. Мы продолжим знакомиться с экспозицией еще одной вашей коллегой, которая также занимается искусством народного бытия. Я хочу представить мастера, художника-керамиста Елену Переверзину. Елена, очень необычная керамика. Керамика, она вот такая совершенно яркая и на просвет напоминает какую-то вязь такую необыкновенную. Что за технологии? Как вы сумели это сделать? Ну, это называется резьба по керамике. Делается она по сырой керамике. Это вырезается любым инструментом, острым. То есть нужно приспособиться, нужно увидеть это и... То есть это возникает гончарный вот кувшин, как бы, да, вот эта ваза. И вот уже из готового как бы изделия, где стеночки... Это до обжига делается. На сырую глину. На сырую глину наносится рисунок и вырезается. А рисунок придумываете, естественно, вы как художник, да? Ну, да. А традиция в колывании существовала таких изделий? Или вы придумали ее впервые? Я не знаю историю, но почему-то вот меня сподвинуло это. Я попробовала, у меня получилось, понравилось. Где-то увидели, подсмотрели где-то, наверное, или просто возникла как фантазия? Ну, это можно сделать и наподобие кружева, первых. Ну, у нас очень много домов с резными наличниками. Тоже можете повторить, и что я и делаю. Скажите, а у вас изделия, они утилитарные или только декоративные? Почему? Что-то хранить можно там. Почему? Они функциональные. Вот представлены это чесночницы для хранения чеснока, лука. То есть это применимо в быту. А что еще вы делаете? Может быть, сувенир какой-то еще дополнительный? Изделия какие-то в виде животного мира? Расскажите. Конечно, это много очень ручной лепки. Ну, и животные, и фигуры, и люди. А скажите, вот в Слободе, в вашей мастерской, есть какая-то преемственность? Потому что понятно, что есть мастера, наставники. Много молодежи приходит, и деток. У нас много молодежи, мы такую учебную направленность имеем, но очень много и взрослых, и у нас пенсионеров группы, группы родителей, которые ходят с детьми. Даже увлекаются родители, дети продолжают. Я знаю, что у вас очень большое количество выставок готовится, и в этом году, наверное, как никогда много, потому что очень большое внимание сегодня национальному культурам, национальному искусству, и искусству колывания, конечно. Выставок действительно очень много проходит. У нас очень много мастер-классов в наших стенах проходит. Для туристов, для любителей, для желающих. Всем можно порекомендовать и посещать ваши выставки, и приезжая в Колывань, обязательно побывать в вашей творческой мастерской. Ну что же, спасибо большое. Мы с большим удовольствием, пиететом, познакомились с выставкой, которая организована в Доме народного творчества Новосибирской области, и познакомились с творческим объединением, Колыванским творческим объединением «Слобода». Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Мы переносимся в стены своей студии «Дома культуры» на 49-м канале. Субтитры создавал DimaTorzok